Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подъем в Вифлеем Просто жесть Просто закройте глазки, я не знаю, только на первой можно ехать А как, ну нам же надо как-то ехать А как, ну нам же надо как-то ехать Чтобы тормоза работали, да? Давай, ручник У меня шумочки вспотели Спасибо Ну все, все видели своими глазами и переживали как футбольный матч, наверное Я считаю, что Шумахер наш справился со своей целью, он благополучно поднялся Шумахер молодец У него действительно подпольная кличка в компании Шумахер Ладно, он молодец, тебе приятно работать Ну что, друзья мои, благополучно мы проехали Таунины ущелья И я начинаю потихонечку вам уже рассказывать события, связанные с Сождеством Христовым Потому что мы скоро уже с вами въезжаем в город Вифлеем Итак, слово Вифлеем Откуда происходит это название? От древнего названия этого города на иврите Беттлерхам или Дом Хлеба Почему Дом Хлеба? Как Иерусалим, так же и Вифлеем располагается на холмах Между холмами плодородные участки почвы Где издавна выращивали пшеницу и ячмень И поэтому жители этого города не только сами никогда не нуждались в хлебе Но также излишки могли продавать в Иерусалим И вот родом из города Вифлеем был великий царь Давид О Библии у нас есть книга, которая называется книга пророка Исаии И в книге у пророка Исаии больше всего написаны имена предшествия Божьего Сына И в книге у пророка Исаии есть такая фраза И он, если произойдет от племени Исеева, и Назареем он назовется Что вы поняли из этой фразы, кроме того, что вы ничего не поняли? Давайте будем разбираться по порядку Назареем это человек, посвященный Богу Иисей так звали отца царя Давида И судя по этой фразе, получается, что и Сын Божий, Спаситель, Мессия Должен прийти как прямой потомок царя Давида Прямым потомком царя Давида был плотник которого звали Иосиф Иосиф был летпреклонным, до без жил в городе Назаре И ему была посвящена в жены молоденькая девушка по имени Мария, родом из Иерусалима И вот когда однажды Мария отправляется на источник за водой И является к ней Архангел Гавриил, который всегда нам приносит только добрые новости Или благие вести И Архангел Гавриил приносит Деве Марии благую весть о рождении Божьего Сына Мы этот праздник так и называем с вами Благовещение И всегда православное Благовещение мы с вами отмечаем 7 апреля В то время на престоле восседал царь Ирод А Ирод был ставленником Рима И он конечно не единожды был в Риме Он очень восхищался римской цивилизацией Ирод решает и у себя в государстве вести такие же порядки, как и в Риме То есть он хочет начать вести плановое хозяйствование А чтобы составить ему годовой бюджет, ему важно было знать Сколько у него в государстве народа, что вы знаете, сколько с этих людей он сможет взять денег в виде налога И Ирод является великой переписи населения Понятно, что в конце первого века до нашей эры еще не было компьютеров И поэтому, чтобы легче было обрабатывать данные для переписи Ирод приказывает, чтобы каждый мужчина отправился в тот город, откуда были родом его предки И когда плотник Иосиф отправляется с беременной Девой Марией на родину своих предков Вифлеем Она уже была на последнем сроке беременности Ей было очень тяжело долго сидеть на острике И они вынуждены были останавливаться для того, чтобы дать возможность Деве отдохнуть И добираются они до Вифлеема поздно вечером Настолько поздно, что уже не осталось свободных мест гостиницы Но если мы считаем католическое Рождество, конец декабря, православное начало января В это время здесь может быть очень холодно Может быть ливень, а может быть и снег И ночевать с беременной женщиной под открытым небом Это вербезумие И поэтому вынуждены были они попроситься на постой в пещеру Куда обычно на ночь пастухи загоняли своих овец Скорее всего, они были не единственными, кому не хватило места в гостинице И поэтому в пещере собирается много народу Но когда в одной пещере и куча людей, и пастухи, и овцы А чтобы согреться и приготовить покушать, разожгли очаг Топили в то время по-черному весь дым шелкут пещеры И чтобы дышать свежим воздухом, люди старались держаться ближе к возроду из пещеры И вот когда однажды ночью Дева Мария почувствовала приближение родов Она уходит в самый дальний уголочек этой пещеры, где она родила Иисуса Христа И в этом дальнем уголочке пещеры не было ничего за одним маленьким исключением Там стояла огромная корыта, которая использовалась пастухами, как кормушка для овец И вот Дева Мария запеленала младенца Иисуса Христа Уложила его в это корыто, а корыто называлось Ясли И с тех пор местах, где находятся маленькие детки, мы тоже с вами продолжаем называть Ясли Над Вифлеемом зашла Вифлеемская звезда Первыми ее увидели пастухи на поле Является к ним ангел Господин и говорит, родился новый царь Израиля И ангел приводит пастухов поклониться младенцу Иисусу в Яслях Где-то далеко на востоке увидели Вифлеемскую звезду Также и некие люди под названием волхвы, зачеты, мудрецы Сегодня, мы сказали бы, даже и астрологи Они приходят на эту землю и попадают сразу во дворец царю Ироду И говорят, родился новый царь Израиля Ирод первоначально приходит в Ярис, говоря, какой такой царь, я царь, у меня сыновья подрастают Что называется, в конкурентах не нуждаюсь И Ирод приводит волков найти, где же новорожденный царь Израиля Вернуться к нему и доложить о его местопребывании И вот уже вслед за Вифлеемской звездой Уходит волковый Вифлеем Находит планета Иисуса в Яслях Дарит ему богатые дары в виде смирной ладана и золота Смирной это как мира, благоводное масло И мы говорим так Смирну как человеку, ладан как Богу И золото как царю И после этого волковые больше не возвращаются к Ироду А уходят они на свою родину, на восток А в то время на востоке была очень сильная Персидская империя И поэтому мы их считаем двумя